МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вместо того, чтобы инвестировать и обновлять мощности на эти деньги, крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая стоимость услуг. Стоимость услуг включали премии, бонусы своим работникам, вознаграждение по кредитам, а также необоснованно завышали производственные затраты. Проверка выявил ущерб населению со стороны энергопередающих еще компаний на сумму 14 миллиардов тенге. А также выявлен незаконный доход энергоснабжающих организаций на сумму 15 миллиардов тенге. Кроме этого, области дают субсидии, чтобы облегчить людям оплату за эти условия. Вот Келевотер Мамбана Стаулса, Ахмалаулса и Аковулса на Комендаре Шахарта. В итоге, вместо того, чтобы снизить затраты населения по этим пунктам расходов, смотрите, что происходит. Это может произойти по двум моментам. Или это сознательное противостояние посланию президента, чтобы принесить его роль. Или головотяпство, которое происходит в результате безответственности, непонимания своей роли ответственности. Оба эти, я считаю, преступлениями. То и другое. Один только пример. Город Капшагай взяли. Тариф-период программы вырос в два раза. Но износ мощности увеличился. Было 53, стало 77. Все нарушения стали возможными вследствие бездействия, отсутствия контроля со стороны компетентных госорганов, Министерства энергетики, национальной экономики и местных исполнительных органов. Минэнерго должно следить за исполнением инвестиционных обязательств. За это мы дали поблажку по тарифам. В феврале на правительственном совещании, если помните, я поручил министру энергетики снизить стоимость электроэнергии для казахстанцев. Он обещал это сделать. Предложил в качестве еще одной дополнительной укрепления энергопередающих компаний. Мы пошли на это, да? Генеральная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в реализации программы тариф взамен инвестиций. Руководство антимонопольного комитета вообще самоустранилось от исполнения своих обязанностей или же имеет интерес. Можно думать о том, что энергосоздающие предприятия договариваются с потребителями или посредниками. Ведь давай тариф сделаем, мы тебе потом взятку дадим. Это еще допроверить надо. Я думаю, мы и до этого добремся. Расходы по услугам ЖКХ, включая оплату за тепло и электроэнергию, занимают значительную долю общих расходов населения на жизнь. Понимаете? Чем выше тарифы, тем больше нагрузка на семейный бюджет. Также, все мы тоже пользуемся, знаем, если рост тарифов осуществляется искусственно, без подкрепления реальными экономическими расчетами, то это приводит к росту расходов каждой семьей своих денег. А это все в разрез к установкам моего послания. Повышение благосостояния социального самочувствия граждан, руководителям, представителям госорганов, кто не проникся этой задачей, до сих пор не понял суть послания, не только сам не понял, не разъясняет, еще и не выполняет, как он может оставаться на госслужбе. Недобросовестные монополисты должны понести ответственность. По официальным отчетам монополистов, получены 1 триллион тенге расходов на улучшение производства. Известных показателей. Фактически износ оборудования остался на высоком уровне. В среднем по стране, по различным оценкам, он составляет от 63 до 54. В Алматинских ТЭС он увеличился за это время до 70%. Капшагайской и Кибастузской ГЭС до 79%. После завершения программы в 2016 году ожидавшегося снижения тарифов не произошло. Производители продолжили поставку энергии казахстанцам по двойной ставке. То есть по прежним тарифам высоким. Проверка только 15 из них выявила полученную сверхприбыль на 51,5 миллиардов тенге. Одинаковый предельный тариф неправомерно утверждался для совершенно разных по энергомощностям компаний. Предприятия с низкой себестоимостью вырабатываемой энергии незаконно объединялись в группы высокозатратными производителями. Так, министерство энергетики разрешили уже на жестко ГТС, производим за 5 тенге 1 кВт в час, продавать в 2,5 раза дороже. При этом со снижением тарифов не должно снизиться качество оказываемых услуг монополистами. Должна проводиться своевременная модернизация их производств. Перед министерствами энергетики и национальной экономики поставлены задачи по подготовке к 1 декабря системных мер, которые снизят тарифы с 1 января 2019 года. В ходе заседания отмечены ряд важных вопросов. Во-первых, обеспечение прозрачности процесса формирования тарифов. И во-вторых, усиление контроля со стороны государственных органов за ценообразованием на рынке энергетических услуг. Необходимо быстро принять все необходимые решения для снижения тарифов. А тем временем во всех регионах проходят слушания с энергопотребителями для определения предельных тарифов на 2019 год. Во всех областных центрах в Астане, Алматы и Шимкенте открыли общественные приемные по проблемным вопросам в сфере ЖКХ. Только за один день количество участников составило 617 человек. Такие общественные приемные будут проводить еженедельно. Если будут жалобы до 16 ноября, то организуют внеплановые проверки монополистов, оказывающих услуги вода, теплоснабжения и газа. Кроме тех вопросов, которые поступали в общественные приемные, также в ходе данного мероприятия поступило несколько обращений, в результате которых на сегодняшний день департаментом в отношении этих субъектов, естественно, монополий, проводятся внеплановые проверки. С 1 января 2019 года наряду с рынком электрической энергии будет функционировать рынок электрической мощности, направленный на обеспечение инвестиционной привлекательности сектора генерации электроэнергии. Существующий тариф на электрическую энергию будет разделен на две составляющие – тариф на электроэнергию и тариф на мощность. В текущем году, в сентябре месяце, Астана Энергосбыт подал уведомление о снижении цены в департамент с 14.59 до 13.96. Мы заявку рассмотрели, уведомление, и с 1 ноября ввели уже новый тариф в размере 13 тенге, 89 тенге, без НДС – это средняя цена. Стоит отметить, что в ряде регионов Казахстана уже удалось добиться снижения тарифов на некоторые ком-услуги. Теперь в республике потребуют, чтобы все монополисты снижали свои тарифы уже с января 2019-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова